Мне 41, я никогда не знал, что такая болезнь есть вообще. Что такое хроническая почечная недостаточность? Это очень коварное заболевание, которое на ранних стадиях абсолютно безмолвно. Я даже ничего не чувствовала, ни боли, ни отёков. У нас сейчас гемодиализ получает более 9 тысяч пациентов. Искусственная почка. Как живут люди с ХПН на диализе в ожидании пересадки органа? И что может стать причиной болезни? Когда мне было лет 11-12, я заболела сильно ангиной. Какие ещё болезни бьют по почкам? Это артериальная гипертензия, такие диагнозы, и как сахарный диабет. Каза-то эти заболевания, которые первично попадают к кардиологам и к эндокринологам. Но они зачастую не доходят до нефрологов. И поэтому об этом заболевании не знают. Легче предупредить, чем лечить. Почему ранняя диагностика не в приоритете? Вы смотрите программу «Медицина КИЗ». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. У вас, как всегда, весь зал занят. Весь зал занят. Год назад снимали, два года назад снимали. Сейчас ещё больше стало аппарат, ещё добавились. Мы находимся сегодня в одном из центров эфирентной терапии и программного гемодиализа в Астане. Для каждого пациента здесь эти стены – второй дом. А люди привязаны к таким вот аппаратам, которые выводят из их тела кровь, фильтруют и возвращают обратно. Трижды в неделю изнурительные процедуры гемодиализа под капельницами больше четырёх часов. Но всё это жизненно необходимо, потому что их орган по каким-то причинам перестал выполнять свою основную функцию, и теперь этим приходится заниматься искусственной почки. Привязанность к аппарату – это трудно, но я говорю, хоть этот аппарат есть. Если её не было бы, у нас и не было бы. У нас сейчас гемодиализ получает более 9 тысяч пациентов. И пациенты в диализе, у нас вот раньше, если в диализе были там 8-7 лет, то сейчас продолжительность жизни в диализе – это у нас больше 15 лет, 20 лет. И пациенты эти, конечно, они неизлечимы, они тяжёлые, они привязаны к специалисту-нефрологу всю жизнь. А потому подобные гемодиализные центры стали переходить на круглосуточный режим работы. Здесь оказывают и экстренную помощь пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии. У нас в 12 ночи заканчивается, в 7 утра уже всё начинается опять заново. А как у вас, Евгений, сейчас по статистике? То есть эти цифры растут? По какой причине вообще? Отсутствие ранней диагностики. По-прежнему основной поток пациентов – это экстренно через приёмный покой. 70% всех пациентов – это те пациенты, которые никогда не знали о своём заболевании. Им стало хуже, стало плохо, и они сразу через приёмный покой поступают в тяжёлом состоянии. Соответственно, сразу на гемодиализ и уже процесс необратимый. По такому же сценарию экстренно попала сюда Кумса Ахметова. На здоровье женщина как-то особенно никогда не жаловалась. Организм ничем, по её словам, на непростой диагноз не намекал. Я даже ничего не чувствовала. Ни боли, ни отёков. Но давление было, конечно, но я на это внимания не обращала. Но в один день утром встала, и мне так плохо было, тошнило. Подружка сказала, давай проверимся. Я сразу в этот же день попала на диализ. Собственно, можно же что-то делать, чтобы не сразу экстренно и на диализ. Можно же заранее это. Почему заранее не можем? Почему такое количество у нас? На сегодняшний день данная работа проводится, но, к сожалению, проводится только самими нефрологами, которых, к сожалению, также не хватает у нас в Казахстане. Но зачастую пациенты и до нефрологов тоже не доходят. То есть они остаются на этапе кардиологов, терапевтов, эндокринологов, которые не перенаправляют их к нефрологу для именно этой ранней диагностики, выявления на второй, первой, на третьей стадии. Потому что это все-то узкие, каждый знает свое. Каждый знает только свое, но не обращает внимания на вещи, которые сопутствующие могут привести к этим осложнениям. Действительно, на уровне ПМСП большая проблема ранней диагностики. И мы, как нефрологи, рассчитываем на целую команду врачей первичного звена, то есть врачей общей практики, терапевтов, которые в первую очередь должны быть тоже обучены ранним методом диагностики наших хронических заболеваний почек. То есть в частности хронической болезни почек. Потому что первая и вторая стадия хронической болезни почек, она должна быть диагностирована именно ими. Вот на практике действительно нету, если пациент пришел, действительно, ну, наверное, в силу занятости или что, но наши врачи не придают значения информированности наших пациентов, что нужно смотреть ваш уровень, то есть скорость фильтрации в почках, да. Она очень коварное заболевание, которое на ранних стадиях абсолютно безмолвно. Поэтому удивляется, вы почему меня к нефрологу отправили? У меня же не болят почки, у меня все хорошо. Вот я хочу к кардиологу, там очень большая очередь. Нет бы подвинуть меня к кардиологу, а вы меня к нефрологу почему-то отправляете. Ну, это, наверное, в силу малоинформированности проблемы, да, среди населения. Мне 41, я никогда не знал, что такая болезнь есть вообще. Я даже не знал, что есть такая специальность – нефролог. Я знал уролог, знал проктолог, там, кардиолог, а нефролог вообще не слышал. Я до этого не болел, ничего, вообще никаких симптомов, ничего не было. А как ты знали? Плохо стало. Просто, да? Да, ходил к урологу, уролог отправил к нефрологу, нефролог, сказал, все, садись на иглу. Самое страшное, что на такой вот аппарат может попасть, как вы видите, любой человек – молодой, пожилой, даже ребенок. По данным ВОЗ, около 10% жителей Земли страдают от заболеваний почечной системы. И большинство случаев связаны с тяжелыми хроническими болезнями. В Казахстане таких людей около полутора миллиона. Правда, по неофициальной статистике. Хроническая болезнь почек имеет свою эволюцию и развитие. Почки производят и выводят мочу, регулируют артериальное давление, контролируют выработку клеток крови в костном мозге. Орган влияет на количество кальция и крови, выработку витамина D. Ежедневно через них проходит около полутора тысяч литров крови. Всю жизнь организм должен фильтровать ее. Однако существует ряд заболеваний, которые буквально бьют по нашим почкам. Это различные тяжелые аутоиммунные болезни. Но самое главное – сахарный диабет, он поражает сосуды и артериальная гипертензия. Она нарушает гемодинамику внутрипочечного фильтра. Почка не болит. То есть, если идет болевой какой-то в почке, здесь это уже больше урологическая проблема, то есть, которую можно решить хирургическим путем, и дальше проблем не будет с почкой. Но вот если касаться нефрологических заболеваний, то они себя проявляют уже на поздних стадиях. Когда пациент начинает чувствовать ухудшение состояния, действительно, это уже преддиализное состояние. Зачастую пациент даже приходит не с проблемами почек, он приходит с проблемами артериальной гипертензии, высокого давления, плохим самочувствием, общим самочувствием он описывает, потерей аппетита, как он рассказывает. На самом деле, все это уже проявление хронической почечной недостаточности. Почечная недостаточность бывает двух типов. Острая в результате отравления травм, других шоков и хроническая, которая, в свою очередь, имеет пять стадий. Они основываются на показателях скорости клубочковой фильтрации и признаках почечного повреждения. Поймать болезнь на ранних стадиях просто. Нужно лишь сдать анализы на креатинин, мочевину, да и простой общий анализ крови способен зачастую спасти вам жизнь, если, конечно, окажется в руках профессионального специалиста. Когда специалист, если он это выявляет и направляет к нефрологу, нам удается таких пациентов ранее диагностированные провести. И, конечно же, таких пациентов мы много лет ведем без диализа. Мог бы никогда не узнать об аппарате искусственной почки Эдуладжу Нусов, но тоже не удалось. И уже год он привязан к этому аппарату. А что случилось? Сколько лет вам? Мне 55. Почему так долго ходили? 54 года. Ни скринингами, ни профилактикой. Никак не занимались? Ну, проходил эти мисс комиссии, всякие эти. Ну, на залезной дороге работал. А, вас же там проверяют? Да, каждый год проверяют, но вот... И сразу на диализм? Да. Когда медосмотры были, ни разу креатинин, мочевину не сдавали? Не сдавали, не сдавали. Каждый год сдаем. Нормально все было? Нормально было. Евгений, а как так? Может быть нормально, а потом бабах? Сахар с 2016 года. А, сахар с 2016 года. Вы на сахарный диабет у вас? Для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом сдача анализа один раз в год – это мало. Такая когорта пациентов должна сдавать анализы как минимум раз в три месяца, да, или раз в полгода хотя бы. Потому что, возможно, что был какой-то воспалительный процесс, да, который мог спровоцировать поражение почки. Пациент этого не заметил. И он в течение всего года ходил, не получая лечения. Кто бы рассказывал нам про это, да, еще в школе, в школе прям, да, вот, что это вот так бывает. Было бы хорошо, да? Сам не знаю, что провоцирует заболевание почек. Много различных заболеваний, начиная с инфекционных заболеваний, вплоть до кишечных отравлений. Инфекция стала триггером развития ХПН и у анархшеймергенами. Казалось бы, простая вроде бы ангина. Но в итоге девушке потребовалась пересадка почки. Я болела с детства. Когда мне было лет 11-12, я заболела сильно ангиной. Это одна из частых причин заболеваний почек. В том числе, когда уже попадают на диализ. У меня был гламиронефрит, поставлен диагноз. И только в 30 лет я попала на диализ. То есть много лет лечилась различными способами и благополучно протянула. Это у меня очень хороший, можно сказать, исход. Да, просто почки, они умирают молча. Человек не замечает. Организм очень хорошо адаптируется. И бывают случаи, когда просто человек ходил, да, у него голова болела. Он меньше стал есть, да. Потому что отточнить стало. И в один день он просто падает. И оказалось, что все, почки отказали. Они не работают. После последней пятой стадии хронической почечной недостаточности развивается еще и терминальная. Когда единственным спасением становится пересадка органа. Но с донорством в Казахстане все сложно. Особенно с посмертным. Сегодня в листе ожидания спасительного органа ждут 3626 человек. Из них 88 – дети. И, честно говоря, вряд ли дождется каждый. А Нарше Эмергеновой, можно сказать, повезло. Нашелся посмертный донор. Правда, не в Казахстане, а в Беларуси. В отличие от нашей страны, там пришлось делать операцию по пересадке почки платно. Нужно было найти не менее 72 тысяч долларов. Девушка открыла сбор в соцсетях. Неравнодушные казахстанцы помогли. И спасли Анар жизнь. Помогли люди, родственники, друзья. Весь Казахстан очень сильно благодарен. Я ожидала после... В Казахстане 4 года. В Минске, в Минском листе ожидания. Находясь в Казахстане, я ожидала 10 месяцев. Чтобы не оказаться в этом листе ожидания, чаще занимайтесь здоровьем, прислушивайтесь к своему организму. Он всегда подскажет, что с вами что-то не так, несмотря на то, что болезнь безмолвна. Ведь на ранних этапах проблему можно решить приемом таблеток, а не диализом или операцией. Конечно, очень важно, когда пациент сам имеет ответственность за свое здоровье. Даже если не беспокоит ничего, надо идти сдавать обычные лабораторные анализы. Это общий анализ крови, где мы выявим некоторое снижение уже гемоглобина. Даже снижение аппетита. Это тоже звоночки. Если вдруг зафиксировано давление высокое или выше нормы, особенно у молодых людей, это тоже звоночек. Если появилась какая-то боль поясницы беспокоит, если появилась какая-то отечность лица, отечность ног, рук, изменение цвета мочи. Некоторые могут заметить. Это точно звонки, которые говорят, что что-то не так, что-то надо обследовать вас. К нам бывает, пациенты приходят, и они говорят, что вас беспокоит? Они говорят, ничего. Но я пришел проверить свои органы внутренние. И мы очень радуемся таким пациентам, что это очень грамотно. Если бы Министерство здравоохранения это все выявляло бы на ранней стадии, меньше инвалидов у нас было бы, меньше больных. Чем бы так вот содержать? Это же тоже недешево? Да, это недешево. Это сколько денег уходит на эти диализные центры? Год один раз скринин делали бы. А вы ходили бы? Вот иногда у нас скрининги по онкологии. На флюорографию же ходим же. Так же и в обеззаловке просто. Что ты с халтурой не ходишь, но у тебя ребенок в школу не может пойти, в садик не может пойти. Все, ты сам пойдешь. Очень много рычагов же. Врачи же говорят, что применять такие радикальные рычаги не обязательно. Нужно иначе прививать людям культуру здоровья. Именно для таких целей существует Всемирный день почки. С 2006 года его отмечают каждую вторую неделю марта. Глобальная кампания существует и в Казахстане. В течение нескольких дней проходят конференции с участием врачей, чиновников из Минздрава. Различные мероприятия проводят в университетах, школах, торговых центрах, где рассказывают о том, что такое почки, как их беречь, какие современные методы диагностики и лечения существуют сегодня. Какие препараты и в каких дозах нужно принимать правильно, чтобы не навредить себе и надолго отсрочить переход на диализ. Вот и в этом году в очередной раз все нефрологи Казахстана говорили о том, что необходимо для профилактики страшной болезни решать проблему с дефицитом кадров, создавать условия для пациентов, вкладывая специалистов первичного звена. Работа почек связана с другими органами и состоянием здоровья организма в целом, потому просвещать необходимо не только население, но и врачей общей практики, которым приходят пациенты разного возраста с разными диагнозами. И я очень рада, что мы в огромном сообществе профессиональных нефрологов 126 стран проводим вот такую глобальную инициативу по осведомлённости заболеваний почек. И не случайно весь мир сейчас сколохнулся, потому что на самом деле у всех стал вопрос, очень важно, социально значимый, потому что большое количество пациентов сейчас вынуждены всё-таки лечиться заместительной почечной терапией. Это гемодиализ, трансплантация и перитониальный диализ. Я думаю, что каждый из нас, зная о каком-то своём заболевании, в первую очередь должен изучить его полностью и знать его осложнение. Интернет есть, но не злоупотреблять. Только с консультацией врача. Интернет изучаю, знаете, я все болячки вообще нахожу, все. Ну, интернет вам должен помочь понять, к какому специалисту вы должны пойти. Ну да, критическое мышление, самообразование и забота о себе и своих близких. Всё.